Шалом! Вы слушаете подкаст «Чё-то мы евреи» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле в еврейском мире С вами Макс, Лев и Маша Привет! Мы пересели сантиметров на 50 в сторону Да, Яша потребовал, если честно, я его подговорил Потому что теперь я могу дать пять этой кошке чёртовой Это козы-клочок Огонь Да, мы пересели, не знаю, у Яши есть свои какие-то мотивы Посмотрим, что из этого получится Давайте начнём с пятиминутки рефлексии Я могу даже начать Я закрыл свой гештальт Я изучил значение слова «гештальт» Уже нехорошее начало На самом деле я посмотрел фильм «Титаник» Я не смотрел его ни разу в жизни И вот на прошлой неделе я его посмотрел И я, честно говоря, у меня был в сознании какой-то такой стереотип Что «Титаник» — это чисто слёзовыжимательный фильм Где ты будешь весь фильм радать Плюс я человек достаточно такой Меня легко растрогать в фильмах Я радаю почти над любым фильмом Очень просто Вот, так что И я посмотрел фильм, и я не зарадал ни разу Мне фильм очень понравился Но даже когда они все тонули И ни одна слезинка Как-то оркестр играл Торабль, корабль тонет, оркестр играет Ну это было прикольно Ну типа, не знаю Фильм мне очень понравился Сюжетом были подсюжеты классные История про этот бриллиант Всё было очень интересно Мне понравилось даже три часа Несмотря на то, что фильм идёт три часа Это много Мне было интересно Вот, мне фильм зашёл, но не растрогал меня Я не знаю, почему все докопались до Кэмерона Этой сцены, где они тонут Но, собственно, почему на деревяху Роза не подвинулась, чтобы Джек тоже заплыл на эту деревяху Было очевидно Вначале показали, что он пытается на неё заплыть И она начала тонуть И потом он такой, ладно, слишком жирный Посадил, собственно, эту розу Ну и всё Чего докапывается? Непонятно Максим просто человек, который опоздал на 20 лет С этим разбором деревян Кэмерон отвечал на этот вопрос Что тогда бы фильма не было бы Ребят, если бы он бы залез в ней Ну, как бы это сценарий Понимаете? Сценарий Так задумано Режиссёром Понимаете? Или сценаристом Мол, а почему в вашем фильме сначала персонаж делает так А потом противоречит себе делает так Потому что так написано в сценарии Мне нравится Бэткомедия, но должны все режиссёры отвечать Почему у вас дыра в сценарии? Потому что мы так задумали Потому что это сценарий Звучит логично Но это не дыра, это просто драма И полдрамы тонет на ваших глазах А полдрамы живёт дальше Я не знаю, почему Ди Капри Мне кажется, очень хорошо сыграл Не знаю, почему Ускар Про динамили Ну, молодой Тарабу совсем решили Ну, пацан На его динамили ещё очень долго Так, а все остальные там не очень молодые Которые получили Ускар Ну, ладно Ладно, всё На 20 лет опоздали Да, немножко сам Такая своевременная Я просто немножко слоупок в этом плане Но я посмотрел Титане Мне понравилось Маша, что у тебя было интересно? Я не знаю, мне страшно Вообще Маша, ты опоздала недели на три Да Ну, я завтра иду на работу В первый день То есть, ну, мне пока потребовали Чтобы я пришла Хотя бы раз Я восприняла это буквально То есть, раз я приду Решила, что чем скорее, тем лучше Воскресенье это самое быстрое А ты возвращаешься в офис? Ну, на один день А потом ты собираешься что, умереть? Не, потом буду Ну, видимо, раз в неделю пока что Я не знаю Мне сказали один день прийти На неделе Я выбрала воскресенье Я приду То есть, я воспринимаю требования Вот так, как они написаны В общем Ну, да Плюс люди уже выходят И гуляют И тусуются А меня как-то вообще не тянет Выходить и тусоваться И это немного пугает Я даже не очень в музей хочу Но они еще закрыты Так в музее, видимо, они откроются Таким, Маша не придет Смысл вообще открываться Мы просто по нулям Ну, да Не знаю В общем, я пока не разобралась Что происходит И социум Это вообще Значение преувеличено Его для нашей жизни Кажется Я хочу на остров Писать сценарий Чего-нибудь Но пока что я танцую До двух До трех ночи На балконе Я не знаю Время летит очень быстро Я как-то утанцовываюсь Там до последнего Но пока они становятся Совсем тихо Потому что Ну, музыку потом Садятся наушники просто Которые И нельзя Ну, дальше продолжать Потому что музыки Как жаль, что Человечество не пройдет Маша танцует Есть у нее в фейсбуке В инстаграме, наверное, тоже? Есть И в инстаграме Вот, рекомендую всем Тайным Ладно Короче Я продолжу тему Маши Про страх Вот У меня вообще тоже Полная жопа с психологией С головой То есть Я типа Мне вообще Очень сложно Выйти из дома Не по делу То есть Например Вот наш подкаст Ну и воспринимается Как дело Ну, потому что Типа Это ответственность И перед зрителями Перед вами Мы это делаем Уже год почти что То есть Ну, типа Это нужно сделать Например, вчера Меня позвали на день рождения И я написал Даже всем вам Чувак, я не могу В пятницу Потому что я иду на день рождения Или не говорю Ну, не важно Я написал, что Я написал, что Я не могу Я написал, что Я не могу Ну, я не смог туда пойти Просто я не смог Оставить себя выйти из дома Я реально Типа Я сижу, думаю Блин Бросил меня в пот Думаю Блин Так вообще Ну, я в принципе Не то, чтобы Ну, я сторонник того Что человек должен делать То, что он хочет То есть Если он не хочет Если у него организм Весь противится На день рождения То не нужно туда идти А если у меня организм Противится работать Как мне поступить, Лев В такой ситуации? Ну, умереть от голода Понял Спасибо, Лев Отличный совет Вариантов нет Ну, или найти себе Богатую женщину Ну, как бы тут вариант Переедь к родителям То есть Которые будут тебя кормить А ты будешь только В теренниках Короче Такой выходишь Мам, есть Борь Вот Крано, что вариант Найти другую работу Не был предложен Так он не уточнил Про именно эту работу Ну, любая работа У него так воспринимается Я сразу так понял Вот Короче Я пока не знаю Как это решать Но буду работать над собой Потому что, конечно Нужно выходить из дома В общем, проблемы И второе Про что я хотел рассказать Быстренько То, что мы Переработали Формат нашего второго Ну, не второго даже А параллельного Ютуб-шоу Она называлась Куанус Абон Теперь она называется Три вечных вопроса Где мы с комиками С Юрой и Мишей Пока что потом будем Привлекать других комиков Машу Вот, если она захочет Если я еще комик Я уже не знаю, кто я Я танцор Который танцует Пока не сядут наушники Да Мое новое призвание Короче Вот Мы записали Три вечных вопроса То есть Три вопроса Которые мы считаем Вечными Ну, то есть Каждый принес вопрос Например, я принес вопрос Почему человечество Продолжает есть кабачки Ну, просто кабачки Безвкусные И мы уже можем Перестать их есть Уже есть вкусные овощи Мы разлились достаточно В ответ мне Яша Наша звукоречтерна Написал, что я не умею Готовить кабачки Это правда И это полная клевета, друзья Я не умею готовить ничего Не умею готовить вообще ничего И кабачки тоже Поэтому я Абсолютно беспристрастен Я ел Люди, умеющие готовить Готовят мне кабачки Другие овощи Мясо Я вам могу сказать Кабачки А ты ориентировался Как ты брал просто овощи На базаре Такое Откусывал Такое Это невкусно Картошка Не идет Нет, нет, нет Лейб-мотив Моей любви к овощкам Это овощную рагу А Вот это Юра Очень верно подметил В нашем выпуске Ты ешь овощную рагу И ты всегда понимаешь Что ты набрел на кабачок Потому что это просто Большой и безвкусный Кусок чего-то То есть Понимаете Можно убрать кабачки Из рагу И добавить просто Вкусных овощей То есть там Свеклу Картошку То есть рагу из помидоров Помидоры Что-нибудь Просто кабачки Там бессмысленно Не занимают места Я к тому Потому что раньше Людям требовалось Раньше кабачки были зеленее Раньше людям нужны были кабачки Иногда это чистое Про свою жизнь Людям нужны были кабачки Потому что у них не было возможности Есть только вкусные овощи Но теперь там Нам уже Мы очень крутые И мы можем перестать Добавлять в рагу шоколад Например вкусно Я не люблю кабачки Но я люблю кабачковую икру Вот это вот Мой вопрос был как раз Как люди могут есть кабачковую икру Она же просто ужасная на вид Она мерзкая Я люблю Вот примерно так у нас прошел Наш выпуск С Юрой и Мишей Ухтимально На обсуждение кабачков Спасибо посмотреть Но привязать что это 18 плюс Прям в плане того Что там очень много Нецензурной Да Там много нецензурщины Вообще нет никакой модерации Мы в принципе Даже не старались То есть здесь там Я сдерживаюсь Не матерюсь Там так часто Так я хочу Скажем так А человек должен делать То что он хочет Короче Во-первых Наконец-то Президент Руэн Ривлин наш Поручил Нитаньягу Формировать правительство А он поручил потому что Депутаты поручили Поручительство На Нитаньягу Ну конечно Ну наконец-то Нет ну То есть я к тому что Типа Это все произошло То есть он не мог это сделать Без Кнессета Президент у нас Такая Почти что декоративный Инструмент Ну институт Он не может Много решать сам Скажем так То есть какие-то решения Делают Но не сильно Это первое Почему это произошло так поздно Потому что Последние три дня Наш Верховный Суд Справедливости Богац Рассматривал Как раз таки Апелляции Против того Против Нитаньягу То есть там были Дела Ну иски Точнее против того Что Нитаньягу Формировал правительство Потому что он обвиняется По главным делам Там были иски Против коалиционных соглашений Между Кахолеваном и Ликудом Которые его максимально Странные Там прописаны Мы их обсуждали Что они там Короче очень нагроможденные Там очень много всего Там очень много условий И прочее Но в итоге Богац признал Что все-таки Можно Нитаньягу Быть премьером При этом другим Министром Быть нельзя По законам То есть Из-за того что он вор Он может быть любым министром Точнее Он не может быть любым министром Крови премьера Да Поэтому у нас не будет того Что Нитаньягу Занимает пять там Министерств Как он делал Это в прошлый раз То есть Если он вор То он должен быть Как бы коронован Вот То есть он как бы корон вор Он не может быть Какой-то шахой А он как бы главарь Да Типа того И причем, если он главарь, то он не может опускаться до того, чтобы быть главарем учебного министерства такого-то. Если ты пахан, то ты пахан всего. Вот. Примерно такие законы у нас, да, в Израиле. И, короче, также судьи сказали, что коалиционные соглашения в принципе вроде соответствуют законам, но у них есть вопросы, которые, возможно, будут потом освещены еще одними исками. В частности, им странно, что у Нитаньягу есть вета по этим соглашениям. Будет вета на назначение этих самых судей. То есть, типа, Нитаньягу может витировать судей, при том, что он сам подсудимый. И здесь может быть конфликт интересов, но его богатство обещал потом разобрать, потому что пока непонятно, будет ли конфликт интересов, не будет ли конфликт интересов. То есть, ну, такая история. В принципе, я говорил в прошлый раз, что у нас эти соглашения дают Нитанягу очень много власти над, ну, Нитанягу никуда, много власти над судебной системой именно, потому что, ну, и я это связываю, опять-таки, с тем, что Нитаньягу находится под судом, ему нужно как можно больше контроля там уметь, чтобы отсрочивать это дело, чтобы бороться с судьями и прочим. То есть, ну, посмотрим, как это будет происходить. Ну, министр юстиции от Ликуда, МВД контролируется. Министр юстиции первые полгода только от Ликуда, потом будет какой-либо анд. Ну, полгода хватит. Ну, да, посмотрим, хватит ли полгода, чтобы это дело развалить, тому прочее. Вот. Такие дела в политике. Мы поговорим немножко про карантин. Мы в прошлом выпуске говорили, что раскрутили гайки у нас в плане карантина. Люди начали выходить на улицы. Некоторые, как лев, не очень хотят выходить на улицы. Вот. Маша. Но и Маша тоже. Маша выходит так на балкон. Вот это мы тоже знаем. В общем, Минздрав сделал программу по выходу из карантина. Он прям расписал, что, зачем, почему. Значит, вот, 7 мая, это уже, у нас сегодня уже 9-е, то есть это уже произошло. Возобновились работы тренажерных залов, фитнес-клубов и даже гостиниц. Я, правда, не знаю, кто будет в гостиницах сейчас жить. Второй этап, который начнется с 10 мая, то есть уже завтрашнего числа, как раз, наверное, когда вы сможете посмотреть подкаст, начинаются работы детских садов и яслей. Там куча тоже скандалов, потому что многие ясли и детские сады не очень хотят открываться. Они требуют того, чтобы правительство выдало им, типа, деньги, которые нам обещало, финансовую помощь. Они до сих пор не заплатили ничего. Вот. Как у нас любят сначала пообещать, а потом еще 10 лет рассматривать это все, за что нам обещали. Вот. Они требуют, типа, мы не откроемся, пока вы не дадите наши деньги. Где наши деньги? И еще также разрешат массовые мероприятия до 50 человек, но на открытом воздухе. То есть вы можете сделать, не знаю, там где-то на крыше, на площади какие-то мероприятия до 50 человек. И третий этап. Это значит, если все будет к этому времени идти хорошо, то есть количество зараженных резко не возрастет, у нас не будет второй волны коронавируса, то у нас будет третий этап с 31 мая, когда все начнет уже нормально работать, мероприятия на улице будет до 100 человек, возобновлятся занятия в школах, в университетах в полном объеме, общественный транспорт начнет ходить как нормально, откроются парки, бассейны, аттракционы, в общем, пойдет уже здоровая жизнь. И четвертый этап, последний, с 14 июня, с этого дня все снимутся, все ограничения, кинотеатры заработают, то есть мы вернемся вот уже к нормальной жизни, по идее. Да, и кроме того, если не ошибаюсь, правительство добавило красные линии для себя, в каких случаях снова начинается ужесточаться карантин, то есть там, я цифры, честно сказать, не помню, то есть там есть некий предел по количеству заболевших в день. Больше 100 человек, если будет в день? Нет, там больше, чем больше 100 человек, там сейчас, 177 было вчера, по-моему, что-то такое, 25? А, окей, извините. Ну, короче, да, есть предел по заболевшим, то есть если больше, окей, может, больше 100 в день, то мы снова начинаем этот самый предел по тяжелобольным, то есть если тяжелобольных больше, чем 100, то снова, ну, еще какой-то, по-моему, предел есть. Сейчас на данном этапе у нас количество зараженных в день это в 10 раз меньше, чем это было на пике, то есть на пике у нас было там по 500 человек в день заражалось, сейчас это средние там цифры 30, 50, там 22, там позавчера было еще что-то, то есть в принципе нормальные, в сравнении там с мировыми цифрами мы прям в очень хорошей ситуации. Ну да. Сразу же вдогоночку к этому новость, вчера произошла, полиция начала гонять людей, которые начали тусить на пляжах, то есть люди восприняли эти ослабления карантина как полную свободу и вырвались, естественно, куда, естественно, на пляже. Вот полиция выписывала штраф, особенно люди поперлись на Кенерат, то есть такое как раз туристическое место, где израильтяне с семьями любят приезжать, там, отдыхать, купаться в озере, люди, и полиция приезжала, выгоняла их, штрафовала, потому что еще это не разрешено. Еще нельзя, друзья, потерпите немножко, да. Да, вы можете гулять в масках, там, все остальное, но запрещено купаться. Водный спорт можно. Да, водный спорт можно. Кстати, вот это интересная трактовка, как водный спорт. Если я, значит, в плавках, в, не знаю, у меня есть маска и ласты. Просто, короче, каждая семья берет на паркад один серф, на 50 человек приезжает, и в каждом минуте времени один человек катается на серфе, остальные просто сжарят штуки. Ну, люди... Остальные собаку выгуливают. Да, собаку выгуливают. Не, ну, люди в ответ заявили, что, ну, вы слышите, братаны, денег у нас как бы нету, мы ничего не можем делать, бары закрыты, типа, что делать? Мы пошли на пляж, а что вы хотели от нас? Вот. Ну, да, и в Тель-Авиве более гуманная полиция не сказали, хотя бы, чуваки, ладно, наденьте хотя бы маски. И ради Христа, пожалуйста. Люди надели плавательные маски. Ну, кстати, это работает в целом. Логично. Еще на маску-маску еще одну такую, на трубку. Извините, я уже так в порядке бреда. Вот. Но, да, то есть полиция все равно еще начинает гонять. Раньше ролики были, как чуваки убегали по пляжам от полиции, то преследовать не скрывались. Тогда же в море бежать надо, нет? Не, просто по пляжам можно убегать. А, блин, в море странно бежать, потому что там уже морская полиция. Блин, ну, по пляжам тоже там конная полиция. Короче, не знаю, странно это все. Конная полиция бежит, видел на пляже конную полицию. Ну, там такие кони в специальных этих штуках, чтобы по песку хорошо ходить. Типа в верблюдах сверху, на верблюдах коня поставили. Как это работает? На верблюдах, на конях, на верблюдах полицейские, вот они бегут такие, да. Отличная история. Так и есть. Боб. Ладно. В общем, люди, соблюдайте, пожалуйста, технику безопасности, потому что если количество зараженных начнет увеличиться, нас опять загонят по квартирам, и мы втроем будем в порядке, потому что мы уже привыкли, а вот остальным будет тяжело. Да, я в полном порядке, выйти из дома не могу. Ну, типа тебя на тебя-то не ударит. Если опять всех загонят домой, ты скажешь, ну, я готов. Все в порядке. Я уже думаю, да. Да, это правда. Все хорошо. Грустным новостям, печальным. С начала карантина было зарегистрировано опять жертв домашнего насилия, то есть последний такой случай был в Бадьяме. То есть давай скажем не пять жертв, а пять случаев убийства женщин. Да. Жертвой может стать и не только убийством. И последний такой случай был зарегистрирован в Бадьяме, где женщина была найдена мертвая у себя дома 3 мая. И вот буквально на следующий день, 4 мая, перед ее домом собрался митинг, чтобы как-то привлечь власти и полицию к этим случаям, и чтобы начали какую-то работу по приостановлению таких ужасных ситуаций. То есть хотя бы просвещение населения о том, что куда можно звонить в случаях таких ситуаций и так далее. И также есть еще организация «Я женщина», которая призывала население выходить тоже на митинги, на улицы в поддержку всех, кто может стать потенциально жертвами насилия домашнего. Ну да, нужно сказать, что количество случаев домашнего насилия увеличилось из-за того, что люди находятся в карантине дома слишком много, некоторые семьи слишком много находятся дома вместе, и это провоцирует как раз, ну как бы усугубляет ситуацию. Если раньше, не знаю, люди могли не видеться там весь день практически на работе, возвращались с работы, ложились спать и могли вообще не общаться, теоретически. Ну да. Сейчас это просто канцероген, который ухудшил всю эту ситуацию. А женщины пилят. Ладно, ладно. Ну еще тоже надо интересно и в плане самого института семьи, ну то есть что как вообще, ну если ты там понимаешь, что ты хочешь развестись, или как, ну то есть как будто вот во всяких, например, ортодоксальных семьях, да, ну не только, но к слову, то, ну женщина будто тоже не видит выхода какого-то, как можно начать жизнь заново и... Ну это правда, ну плюс многие, в принципе, ну не только дело в женщине, ну в смысле, в смысле сейчас скажу, дело не только в том, что женщина не видит, в принципе семьи могут быть вместе ради детей, то есть, например, всякие такие какие-то вещи, штампы и прочее. Особенно религиозные семьи. Ну не только религиозные, но и религиозные тоже, в Батьями в этом вполне могут быть не религиозные семьи, а просто типа какие-то чуваки, у которых будет некий негласный договор, типа я хожу на работу вечером, бухаю без поместства, ты молчишь, короче, ребенок ходит в школу. Вот примерно так мы живем, еще 20 лет, потом умрем. Да, причем в Израиле, если там, допустим, мы говорим про семьи иммигрантов, они еще могут жить за финансовой ситуацией, то есть тебе одному сложно содержать, не знаю, там, квартиру снимать, еще содержать себя, поэтому люди приходятся как бы быть вместе, чтобы они могли финансово существовать. Ну да, это правда. В принципе, Израиль очень сильно заточен на существование парами, на самом деле, потому что я вот сейчас прикидываю свой бюджет и представляю, что если бы я жил с кем-то, короче, вот, типа, зарабатывая деньги, да, типа, хотя бы немного, да, то есть то, насколько было бы вольготно жить просто, короче, вот, но нет. Вот, так что да, это правда, но я считаю, что во всем мире так, на самом деле, то есть, ну, типа, во всем мире это следствие насилия и прочее, ну, и хорошо, что у нас есть независимые НКО, которые, ну, поднимают эти проблемы все, и я вот в понедельник, вроде бы, был на Zoom-встрече с большинством НКО, которые занимаются, ну, поддержкой Росказычной улицы, то есть, ну, вот я был там как представитель нашего с ребятами с НКО, которые занимаются тоже. Можно сказать название? Да? НКО «Ляма», вот, мы завели НКО «Лама». Лама. Да, «Лама». Вот, короче, суть в том, что там в основном люди, которые занимаются именно поддержкой и тех, кто нуждается, то есть, там, бедных людей, стариков, там, и прочее. То есть, ну, мы-то не совсем этим, мы занимаемся больше, там, ну, как его, созданием сообщества новых репатриантов, да, а там вот именно те, кто помогает, тем кто нуждается, и там они очень много говорили про домашнее насилие, про женщины русских, ну, русскоязычных в смысле, которым сложно, и что они не знают, куда вообще податься, и прочее. Ну, да, люди, вот, семьи, которые там репатриировали, допустим, я себе представляю на месте, там, условной женщины или еще кого-то, когда ты приезжаешь, ты толком еще не знаешь языка, у тебя проблемы в семье, которые переезд усугубляют очень часто. Ну, если у вас были проблемы, вы переезжаете вместе, у вас проблем еще больше. И что тебе, куда тебе податься? Ты не знаешь языка, ты не понимаешь вообще, как здесь все работает, и это очень сложно. Есть горячие линии, где ты можешь позвонить, и тебе там могут оказать, есть НКО на разных языках, вот. Вот, и хорошо, что в Израиле эта тема поднимается, и потихоньку ситуация становится как бы более гласной, люди начинают задумываться и понимать, что это действительно проблема, и как можно из нее ее решить. Плюс у нас есть очень сложные вещи там в секторальных, то есть, допустим, в ультрарелигиозных общинах. Есть такое право, что у тебя проблема в семье, ты идешь к раввину. И очень часто раввины, типа, не дают выхода этому, то есть они оставляют все это в семье. Для них очень важно сохранить семью, потому что развод, это прям какая-то, ну, это редкость, и это плохо, это считается, что вот как-то, не знаю, там, разращает общество, что вот лучше всеми силами нужно сохранить брак, вот, и во благо детей, и всего остального. И поэтому очень часто как раз раввины не дают этому выхода и стараются, как бы, не знаю, там, замять всю эту ситуацию с домашним насилием. Вот сейчас есть НКО, который занимается как раз ультрарелигиозным сектором. Я когда учился в университете, там была возможность как раз волонтерить в таких организациях, которые занимаются как раз женщинами, прижившим насилие в ультрарелигиозных общинах. Вот, то есть есть и такие вещи, плюс в арабском секторе тоже там плюс-минус похожая ситуация, вот. Но надеюсь, что со временем мы сможем как-то, в Израиле в этом плане неплохо вроде бы двигается. Вот, надеюсь, что будет дальше так. Ну да, но на самом деле многое приходит, в принципе, повестка о том, что нужно говорить о роли женщины во всех этих общинах. Она не только про насилие, но и, в принципе, про права. И, допустим, тот же сериал, который мы обсуждали, «Анартодокс», тоже поднимает, по сути, эту же проблему, вопрос и прочее. Я не знаю, насколько его смотрят в ортодоксальных семьях, если честно, ортодоксальные женщины. Вряд ли у них есть подписка на Netflix, я думаю, сомневаюсь. Ну, возможно, у них есть подписка на пиратские сайты. Черт его знает, куда у них есть подписка. То есть они по тарантам, думаешь, они сидят там, да, мониторят? Не, я не знаю просто, но ты же понимаешь, что, как бы, как сейчас к Машу культура, она же не только, что ты посмотрела этот сериал. Одна женщина может посмотреть этот сериал и потом поговорить с 20 женщинами, например, об этом. И это уже зародит... Она может нарезать DVD-шки и раздать их. Или так. Но это просто уже зародит в смысле... Но есть книги же. Ну, то есть, в принципе, можно же прочитать эту книгу, по которой был сериал сделан. Я не знаю, просто сколько она приемлема, эта книга вообще. Ну, то есть, если ты видишь с этой книгой, это может быть зашкал. Но если мы говорим о некоторой подпольной... Подпольной книжной книге. Подпольной истории, то книгу, наверное, прочитать легче, чем DVD-шки. Чем посмотреть много серийный фильм. На большом экране. Просто это незаметно. Ты можешь положить книгу эту в обложку о Торе, и ладно. Сейчас я на всех наеду. Короче, суть в том, что... Ну, хорошо, что это говорится, и мы про это еще немножко поговорим позже в нашей рубрике. Хорошая новость в Израиле, то, что в Европе кончается трава. Мы на вершине мира. Ну, грубо говоря, карантин повышает потребность в траве. Я это говорю на личном опыте сейчас. Потому что... Так это Лев-1 живет. Представьте, семья, которая терпит друг друга. Представьте, семья, да. Жена, давай упоримся, потому что тебя друг друга слушать мы уже не можем. Нет, просто жена. Если мы сейчас не накроемся, я тебе вдарю. Вот примерно так. Ладно, ладно, простите, простите. Короче, ну, на самом деле, типа, возникают тревожные расстройства, депрессивные расстройства и прочее. В этом случае людям прописывают траву и правильно, и она у них в Европе начинает кончаться. Это мы говорим даже про медицинскую траву. Да, мы не говорим сейчас про нелегальную какую-то самую. Мы говорим про медицинский каннабис, конечно. Вот, и как раз-таки это вызвало оживление на израильском рынке. Начали снова там появляться заказы, потому что начали немножко подзатухать. Там наш бывший премьер Ихуд Барак такой, опа-на, каннабис. Сейчас я всем выручу травы. И, соответственно, единственная проблема, что пока что... То есть в Европе тоже есть некая сертификация этого самого каннабиса медицинского. Там стандарты какие-то ГОСТа есть. Да, стандарты, ГОСТа и прочее. Ну и пока что израильский каннабис не подходит под них. Ну, в статье, которую мы читали, было написано, что, возможно, около 30% наших производителей смогут под них пройти эти стандарты. Так что, возможно, скоро Европа будет курить израильский сканг. Это хорошие новости. Кстати, у меня есть друзья в Амстердаме, которые приехали сюда. Я их накурил местной травой. И им очень понравилось. Они потом искали этот же сорт в Амстердаме. Нашли, и говорит, был не такой. Так что, израильская трава, вырученная в израильских, на святой земле, на крови паразитских хладенцев. Будет волна репатриации из Голландии в Израиль. Наркоманов. Да, наркоманов. Медицинских наркоманов. Важно уточнить. Прописано. В кофешопах прописывают траву. Важно еще добавить, что последние полгода очень сильно просел как раз рынок травы. То есть, это был бум где-то еще несколько лет назад. В Израиле как раз все начали вкладывать деньги. Там даже какие-то западные. Там Snoop Dogg, по-моему, купил себе какие-то акции в стартапах израильских. Как раз и Худбарак вложил много денег в выращивание травы. Здесь какие-то кибуцы открывались. Я читал кучу статей, как войти в бизнес и повложить деньги. Потому что это суперперспективная отрасль. И последние полгода показывали, что цифры очень сильно упали. Этот рынок, пузырь такой надулся. Начал сдуваться очень активно. Все подешевело. Люди поняли, что это не настолько прибыльно, как все думали. Что это не так просто. Очень много государственных контролеров. Это все очень много бюрократии. Это все не так выгодно оказывается. И сейчас как раз вот это может быть какой-то небольшой толчок. И все как-то может быть опять заведется. Что хорошо. Да ладно, какой-нибудь маленький легалайз, и все снова вперед. Маленький легалайз. Маленький легалайз для человека, и большой легалайз для человечества. Пожалуйста, хоть какой-нибудь легалайз. Или для рэп-группы хорошее название. Какой легалайз? Маленький легалайз. Причем в России же уже есть легалайз-рэпер. Маленький легалайз. Ну, посмотри, какой легалайз такой, короче. Мини-легалайз. Йоу. Йоу. Ну, кстати, от этого много зависит от того, кто... Подучи, и мамы, и хвосты, и тетя, и они. А так, где легалайз пел? Да. Окей, вот Лев. Вот, он не знает Ланну Толерейз, а то знает песни группы легалайз. Пожалуйста. Ну, извините, я вырос на улице. Сейчас по тебе не скажешь, Лев. Ну, я вырос на улице, я живу достаточно. Вы меня вырастили, я посижу дома. Отдаю вас за остальным. Отдаю вас шакалом. Кабанам. Кому там еще? Гиенам. Гиенам еще. Гиенам и дикобразам. Тут у нас такая история, что в Израиле есть очень такая важная институция, которая мне очень нравится, называется Государственный контролер. Это как бы офис, который, по сути, контролирует действия правительства. То есть, это его работа критиковать. То есть, как раз таки на иврите он называется, там, ключевой словом бекорот, это типа критика. То есть, ну, вот в таком духе. Критик. И, короче, он выпускает регулярные отчеты. То есть, по всяким... Например, был отчет про эпидемию в марте. И там прям все слабые места Израиля были подсвечены, ну, достаточно объективно. Вот. Ну, его постоянно критикует там правительство, потому что он их критикует. То есть, ну, все это... Ну, его должность. Ну, да, это его такая работа. Вот. И, короче, он выпустил большой отчет про Израиль, про всякие проблемы. И там были несколько интересных вещей. Во-первых, он очень сильно раскритиковал образование в религиозном секторе нашем, что всего лишь 3% детей, которые выпускаются из школ, получают сертификат Багрут. Это который позволяет там поступать в университет и прочее. То есть, это как раз выпускной аттестат, ты должен сдавать экзамены и получить оценки. То есть, это аналог, не знаю, российского ЕГЭ или украинского... 3%. Ну, тут нужно сказать, что, может, это и не так нужно, потому что они не идут в университет, они идут в ЕШИВЫ. Но это показывает уровень образования. И там также были очень смешные цифры, ну, как смешные, грустные и смешные данные про то, что они там жульничают, значит, с предметами. И многие ученики религиозных школ, они просто банально не получают предметов общеобразовательных, потому что у них, типа, изучение Тора идёт как история и география, то есть, в таком духе. Да, там было смешно, что у них, типа, уроки евреи-то зачитаются как уроки английского, они учитывают это. Потом уроки устной Торы учитываются как уроки географии, вот. И это очень смешно, но, типа, знаешь, они, наверное, как-то так оправдывают, что в устной Торе они рассказывают, не знаю, про Маше, который вёл евреев, значит, через пустыню, они такие, ну вот, значит, Египет был, вот эта дорога, вот эта пустыня, урок географии закончен. Да, учитывая, сколько там, короче, всяких странных животных перечисляется в Торе, можно и зоологию, и биологию-то тоже, в принципе, запихать без проблем. А ещё там и говорят много, можно, как в Торе есть куча всяких указаний, что можно делать, вот тебе ОБЖ, пожалуйста, вот, всё. Нужно сказать, что, на самом деле, ученики в ешивах, типа, детских тоже, учатся, начинают учиться просто до хрена. То есть, они учатся, у них там весь день, по-моему, с утра до вечера, просто у них, типа, Тора там, всё такое. Они реально дофига ботают, но, типа, они ботают, как бы, Тору. То есть, у них что-то важное полезное. Ну, вот я был, когда я учился в ешиве в Намасе, был, у нас было в 7 утра, оно всё начиналось, то есть, там были какие-то обеды и всё остальное, но в 7 утра начиналось и в 7 вечера заканчивалось. Вот, да. То есть, в таком липе живут ученики, типа, начиная класса там с пятого, по-моему, что-то такое, типа, то есть, вот. То есть, лет с 11, там, с 10 даже, может быть. У них нет особо времени ещё учить, не знаю, там, математику, физику или ещё что-то. Возможно, нужно искать какие-то компромиссы, сокращать, не знаю, изучение кого-нибудь устной ТОР, условно. Ты что, антисемит, проси? Я убегаю. Я эмигрирую куда-нибудь дальше. Вторая вещь, которая интересная, там много чего было. Я наезжал на армию, наезжал на МВД, что оно ставленников своих ставит, короче, непонятно куда, и там много взяточничества. Шок. Да. Ну, шок в правительстве взятки. Но там интересное было про наш фонд Битох Леуми. Это наша, ну, социальная служба израильская. Национального страхования. Да, служба национального страхования, да. Вот. То есть, каждый работник и каждый бизнесмен туда отчисляли достаточно до хрена денег, честно скажу. Я просто и работник, и бизнесмен так вышло. И я вижу, сколько денег, которые у меня уходят, и просто, типа, боль. Короче. Вот. И, типа, выяснилось, что этот фонд, он сейчас пока прибыльный. То есть, его доходы превращают расходы. В текущем моменте, в 2026 году расходов станет больше, чем доходов. И в 2045 году там кончатся деньги. То есть, ну, это как бы не страшно. Это год назад, о чем мы про это говорили. Но суть в том, что, типа, надо что-то делать. И это, ну, вызов перед правительством. Потому что, если сокращать расходы, то будет меньше социальных выплат, и люди будут бастовать. Если увеличивать доходы, то будут увеличиваться налоги, и люди будут бастовать. То есть, ну, нужно находиться. Тут еще проблема в том, что как раз вот этот фонд социальнострахования, он выплачивает, получается, там, пособия безработицы, и выплачивает еще пособия по старости. То есть, вот как раз старикам, которые... Сейчас очень много политиков, все говорят, не знаю, от Либермана до всех левых, говорят, что нужно увеличивать эти пособия. То есть, нужно, чтобы пенсионеры получали, там, не полторы тысячи шекелей, на которые выжить нереально, там, а большие суммы. И это как раз делает дополнительную нагрузку на этот, на фонд национального страхования, на ЖБТО Ахлиуми. То есть, им нужно как-то его реформировать, то есть, находить какие-то источники денег, чтобы что-то предпринять. Скорее всего, увеличат, еще увеличат налоги, особенно на бизнесменов. Ну, я надеюсь, что на бизнесменов, а не на обычных работяг. Да, я и то, видишь, меня просто с двух сторон, вот так вот, короче, в БТОах. Ну, кстати, мало того, что пособия, больниц тоже содержатся из БТО Ахлиуми. То есть, БТО Ахлиуми – это огромный-огромный фонд, который занимается вообще много чем. То есть, ну, возможно, его можно как-то распределить, там, добавить конкуренции, там, ну, короче, всякие такие вещи, которые обычно делают для улучшения эффективности. В отчете госконтролера написано, что, типа, мало современных, типа, технологий применяется. То есть, какие-то всякие онлайн-записи, онлайн-то что-то такое, что поможет сохранить... Ну, то есть... Я как раз вот об этом сейчас расскажу. Давай, давай, расскажи. Я еще хотел добавить, да, что главное, какая может быть оптимизация этого фонда – это как можно больше людей, чтобы работали. В Израиле было очень маленькое безработице, там было меньше трех процентов, кажется ли, что-то такое. Сейчас этот процент огромный, потому что был карантин. И сейчас очень важно всех опять вернуть на работу, чтобы фонд получал, собственно, эти деньги, а не выплачивал их. Нет, ну, слушай, я думаю, что госконтролер имел в виду, типа, что не в том случае, если у нас безработный будет полстраны, в 46-м году он разорится. Нет. Я имею в виду, это как важно провести реформы. То есть, реформы как раз как можно больше людей задействовать на рабочих местах. Это как раз очень много касается ультрарелигиозного сектора. Ну да, конечно. Где многие не могут найти себе работу, потому что они, опять же, не получают должного образования и не могут найти нормальную работу. Они метут улицы или преподают... Ну да, это правда, конечно. Поэтому тоже нужно заняться вопросом их интеграции. Ну, в общем, очень много вызовов перед правительством. Нет, ну это всегда перед любым правительством, перед любой страной, перед любым человеком есть куча вызовов. Мой вызов – выйти из дома. Я хотел рассказать про то, как, собственно, профессор Лев сказал, что очень много бюрократических перепон и очень плохо все у нас, так называемая диджитализация в Израиле. Да. И наш Министерство финансов, значит, подало закон о народном хозяйстве. Вот, и они увеличат бюджет с 80 миллиардов до 100 миллиардов шекелей в вливание в экономику. Собственно, часть экономики как раз уйдет, инвестиции на увеличение, собственно, на эту диджитализацию, на то, чтобы больше оптимизировать сайтов, сделать все больше онлайн, чтобы люди могли решать свои проблемы, не выходя из дома. Плюс они будут финансировать прокладку оптиковолокна в Израиль. О, боже мой, 2020 год. Это же самое ого из ого. Да, в общем, они будут вкладываться в инфраструктуру. Они выложили 26 миллионов субсидий, они дали на компании NETA, которая прокладывает наше метро, безумно печально известное, чтобы они во время карантина, в то время как можно строить, никто тебе не мешает, чтобы они ускорили этот ремонт. Но компания NETA сказала, да, все хорошо, но мы еще опоздали. То есть, они влили на 26 миллионов, а они еще хуже все сделали. То есть, они отклонили еще на год, они сказали, что по самым оптимистичным вариантам это откроется, эта ветка первая откроется в 2022 году. Они должны были в 2021, кажется, ее сдать. Вот, теперь это все в 2022 году. И они сказали, что китайцы уехали, работать некому, извините. То есть, как бы, вы понимаете, что наше метро держится на китайцах, как оказалось. Вот, и, ну, все вот эти вот вливания увеличивают наш дефицит бюджета, который уже будет там 11% ВВП. Это очень много. Потому что прошло 23,9. Понятно, что да, но весь мир сейчас будет в дефиците ВВП, потому что, по сути, они все страны, короче, делают большие социальные выплаты. Деньги на дело занимают? Нет, у нас хорошо, что нас вкладывают в ремонт, потому что, то, что мы рассказывали, что у нас провели электрификацию железнодорожных путей. Пока был карантин, поезда не ездили, они как-то ускорили этот процесс. Плюс начали вот, будут прокладывать велосипедные дорожки, то есть, какую-то инфраструктуру будут делать. Это хорошо можно делать сейчас, как раз это задействует, больше рабочих мест появится на стройках, вот, можно как раз задействовать людей, у которых нет образования на стройках. Ура, люди без образования на стройках. Отличный, cool story. Просто отличные объекты строительные, чтобы люди без образования. Захватывающий финансовый блок. И при итоге все равно строят китайцы, как бы. Мы такие, давайте сделаем больше рабочих мест, отлично, завозите китайцев. Класс, простая огонь. Вот, но я надеюсь, что как-то они придут вообще в себя и начнут что-то делать, а не откладывать метро еще лет на пять. В прошлый раз мы пытались ввести рубрику «Такого культ просвета», где мы будем что-то изучать, какое-нибудь израильское произведение культуры и обсуждать его. В прошлый раз у нас не получилось, потому что фильм подкачал. В этот раз мы выбрали фильм получше, вот, который нам, в принципе, понравился, что мы его обсудим. Фильм 2016 года, который называется «План свадьбы». Его сняла Рама Бурштейн. Вот, и, значит, история фильма того, главная героиня Михаль, который то ли 32, то ли 36 лет, я, честно говоря, запамятовал. Может, не меньше быть. Может, 28. Нет, нет, там было ей больше 30. А, окей. Я просто думал, что ей 36, но я сегодня прочитал, и в одном из комментариев было написано, что ей 32. О, окей. Возможно. Не суть важна. В общем, она умеренно религиозная женщина, и она устала быть одной, и она очень хочет выйти замуж. Очень хочет найти себе мужа, и вот, собственно, у нее она уже была помолвлена, и вот в последний момент мужик ее кидает, но она решает не отклонять свадьбу. У нее был забронирован зал на эту свадьбу. И она решила, что броня останется, и я за эти 30 дней до свадьбы найду себе мужика, и, значит, выйду замуж. Вот это вот такая фабула. На восьмой день Хануки. То есть, она рассчитывала на чудо, в общем. Ну, там это была Ханука, но Ханука не была еще никак показана, кстати. Нет, ну, в смысле, это в хорошем излучении, потому что, типа, да, это Ханукальная... Ну, то есть, типа, там про все, ну, была религиозная подоплека, то есть, там была еще линия веры в Бога, и то, что она ее теряла, обретала, и прочее, походу. Ну, и да, это было именно чудо, короче. Да, ну, там первая сцена именно свадьбы, они показали Ханукию, и показали зажигание свечки, то есть, ну, именно вся вот эта свадебная часть, она начиналась с этого. Кстати, это было очень интересно, потому что Ханука у нас зимой, а там была показана явно не зима, потому что они все ходили в летних нарядах, там светило солнышко, и все было хорошо. А еще там показали Украину. А, да, там главная героиня едет в Умань на могилу Робинахман, причем это реальные кадры, реальная Умань, реальная... Да, потому что мы там были, и я была с женской стороны, поэтому я могу подтвердить, что съемка была именно... Достоверная. Вот так вот. Погружение было сто процентов. Ну, короче, фильм интересный, я так скажу, мне, как мне кажется, художественная ценность фильма не очень высокая. Ну, то есть, типа, ну, не то чтобы супер клево, но он показывает, ну, интересно, во-первых, интересно, когда все происходит, интересный быт, это самое, он показан, по сути, как иудаизм, и свадебные обычаи этих религиозных евреев со стороны женщины. Ну, то есть, так скажу, я был на одной свадьбе Харидим, вот, и я, конечно, охренел с того, насколько женщины, короче, это, как его, ну, скажем так, то есть, там у нас же раздельные, там на свадьбе евреев раздельные зоны для женщин, для мужчин. И вот мы, значит, в мужской зоне тусовались, танцевали, держались за руки с мужиками, танцевали хороводы, это было, честно, достаточно травмирующее для меня работ, как бы, вот, я только приехал из России, для меня это было сличком. Вот, а женщины у себя, значит, что-то там делали. Они делали то же самое. Они делали то же самое, причем мы из-за того, что мы ступили, то есть, там сначала жених шел к невесте, а мы были с бразильцем тоже, который недавний Али Хадаш, и, соответственно, мы смотрели на это дело, а потом все ушли, и женщины начали вводить их работу, и мы остались там нечаянно, чтобы не знали, что нужно уходить. Вот, так что мы одним глазком посмотрели, что женщины делают, там, неважно. Короче, но потом, когда вечером начались чтения раввинов, они читали там, ну, молитвы, вот, как бы, ну, типа, у меня было ощущение, что женщины вообще под шконкой, потому что все мужики, значит, взяли эти там книжки, начали там читать молитвы и трястись, женщины из-за ширмочек смотрели, там, немножко раздвинули ту самую, и такие, типа, как там молитва слушать раввина, то есть, блин, ну, типа, придите, послушайте раввина, елки-палки, возьми эту чертову книгу, почитай молитву, если ты хочешь нахер. Что за дерьмо, почему ты, почему ты сидишь там, вот, выглядывающий за ширмой, какого черта, вот, я такие-то же чувства читал. Ты пытаешься разрушить все скрепы, ты просто посягаешься с людьми. Только одну, только одну пока что, чтобы... Да, у тебя все понесется, ты знаешь, как одну, а потом вторую, третью, а потом уже давайте устраивать оргии. Ну вот, и этот фильм я воспринимаю именно как попытку строить оргию, во-первых, во-вторых, ну, то есть, ну, как раз про то, что женщина решила, типа, мол, там еще у нее были такие эпизоды, типа, что, ну, она старая, и все начинается с того, типа, что я уже много лет пытаюсь, там, и прочее. Там была прикольная статистика у нее. Да, да, статистика, типа, что там 12 лет, 126 мужчин, 300, 900, там, что там, часов свиданий, я такой, звучит как отличная вечеринка в Тель-Авиве, вот, короче. Ну, и суть в том, что, типа, она чувствовала себя неполноценно из-за этого, это постулировалось, там, короче, вот, ну, и в итоге ее все спрашивали, типа, ты выйдешь замуж за любого, кто предложит, она такая, нет. Ну, и, на самом деле, весь фильм строится на том, что, типа, вроде бы она в отчаянии, да, но, на самом деле, у нее нормальные такие требования к мужчинам, типа, и она, ну, не каждого готова принять смысл своей мужья. Там еще забавно немножко скажу, что этот постулат, что, типа, женщина неполноценна, это, как бы, идет из всего иудаизма, то есть, там, суть в том, чтобы женщина должна быть с мужчиной в браке, только тогда считается полноценным. Да, конечно, у них там женский пол, у них этот дырявый пол, отлично, блин, просто, типа, да, мужчина, значит, самец, женщина дырявый, ну, прекрасно, равноценный гендерный баланс. Танаха, вот, мне кажется, тебе нужно открыть свою, значит, твое течение. Ну, в смысле, накивай, это же дырявые. Накивь, это дырка. Да, кстати. Нет, ты не знал этого смысла? Я не, да, не задумался бы. Отлично, Лев, спасибо большое. Немножко... Максима сейчас перед глазами думает. Все, ладно, не важно, что у меня перед глазами сейчас, это не важно. Я хотел еще рассказать, что, как у нее происходят эти свидания, чтобы вы понимали, региозные, это есть такая сваха, когда, к которой там женщина приходит и говорит, значит, я вот такая-то, еще вот такого-то мужа. У нее есть там список, такая, анкету заполняет, такой сайт знакомств, только в офлайне, вот, когда еще нету. Они не пользуются интернетом, они по старинке. Приходят к женщине, и женщине в голове база, значит, этих знакомств. Она ей говорит, что мне нужен, ее были требования, чтобы этот мужчина там за 30 лет, чтобы он был брасловский хасид, желательно, вот, и там какие-то условные там требования базовые, потому что он себя должен представлять. И, собственно, есть мужчины, которые говорят, мне нужна жена, чтобы она была вот такая-то, такая-то, такая-то. И дальше она им говорит, я нашла для тебя подходящего там мужчину-женщину, вот вам свидание, типа, они приходят там в ресторан какой-то и просто идят и общаются. И там, причем, и свидание происходит обычно при ком-то, то есть там... Нет, это вообще на месте, чтобы у них не было соблазна наброситься друг на друга и предаться. Нет, там, по-моему, чуть ли не кто-то с ними прям сидит там, ну, или рядом. Нет, нет, они просто должны вообще на месте. Ну, ладно, хорошо, окей, может, я перепутал чем-то. Или перегнул. Да, вот. Ну, так вот, я к тому, что, типа, там эта женщина, ну, она немножко бросает вызов всему этому самому, типа, что, ну, она, во-первых, отвергает мужчин, которые, да, типа, во-вторых, она, ну, сама ищет, то есть, ну, короче, она такая прям, образ женщины, мне понравился. То есть, я говорю, что, ну, типа, я бы не стал этот фильм потом пересматривать или там рекомендовать друзьям, которые просто посоветуют фильм, я бы не сказал, типа, мол, ну, посмотри вот этот фильм «План свадьбы». Но, если ты скажешь, Лев, посоветуй фильм про роль женщины в иудаизме, я такой, о, план свадьбы. Маш, как тебе фильм? Мне понравился фильм, мне понравился сюжет, то есть, это, наверное, благодарность сценаристу, ну, режиссеру, потому что мне кажется, что она и написала, да, его, то есть, Рамен Бурштейн. И мне понравился еще очень подбор актеров, то есть, вот, все образы, которые там были показаны. Да, ну, а Коллер, это главная актриса, прям, вообще, очень крутая. Ну, не было противоречий ни к одному, вот, актеру, то есть, они все были на своих местах, в отличие от того фильма, который нам не понравился. Ну, не важно. Да, и мне, ну, в общем, все как-то. Я не знаю. Ну, мне понравился фильм, что там был, да, есть такой религиозный феминизм немножечко, вот чуть-чуть так, насколько это возможно? Ну, это, скажем так, я так скажу, фильм, он, скорее, начало диалога. То есть, это пока не разрушение скреп, это пока постановка вопроса, скажем так, то есть, типа, что, ну, правильно ли все то, что происходит в таком духе. И плюс, как бы, там хорошо показано, что она общается, вот эта главная героиня, Михаль, она общается с ее подругей нерелигиозной, вот, и, как бы, это показано еще диалог, она живет там с соседкой, которая там тоже, соседка ее религиозная, там ее лучшие подруги нерелигиозные, вот. И это хорошо показывается, типа, мир религиозный, мир и нерелигиозный, что, в принципе, там не очень много различий, плюс базовые проблемы в семье показаны, что они очень схожи, там проблемы в отношениях. Ну, да. Там все достаточно сильно пересекается. Ну, кто-то уводит у тебя, мужика. Так вот. Я подавел Машу, типа, в семье, давай. Да, но мне еще прикольно, что зритель, получается, находит в такой ситуации, что он постоянно угадывает, кто станет ее женихом, потому что вот она знакомится с одним, и ты тоже, как бы, решаешь, так, окей, а этот подойдет, этот не подойдет, то есть ты думаешь, так, она выйдет за этого замуж, нет, за этого. Маша, ты примеряла их на себя? Ну, то есть ты бы такая, я бы за него вышла замуж, или я бы за него не вышла? Нет, не примеряла. Ну, был один момент, единственный, проблематичный, о котором я говорила, что когда появился вот тот чувак-хипстер, с которым она... Ты сказала, да. Нет, с которым она познакомилась в Умане, и, ну, то есть мы сидим смотрим фильм, и он приходит к ней, это потом домой, это, наверное, спойлер, блок, наверное, спойлеров, наверное, не факт, и он говорит, что вот, давай, я готов на тебе жениться, все такое, вот, я говорю, типа, о, ну, запаковываем, вот, а Макс только говорит, лишь, что Маш, ну, типа, он же мудак, по нему видно, что он мудак, как бы, и, а дальше, ну, это все, сцена разворачивается, и потом она его, как бы, разоблачает, что он к ней приходит не с искренними намерениями, вот, и я тогда только сказала, когда я примерила на себя, что, блин, я бы повелась, короче, вот, это был такой один момент, вот, когда я примерила на себя какого-то из тех мужиков, но он, кстати, там единственный был нерелигиозный. Да, и, кстати, вот я хотел поддержать твое наблюдение, что реально религиозные люди там показаны просто обычными, потому что они там озабочены исключительно бытовыми вещами, типа, в стиле, там, как там устроить свадьбу, типа, как там чё, то есть там вообще религия проходит максимально вообще боком, то есть, типа, ты, как бы, смотря, если бы я не знал, что, да, типа, я бы даже, ну, то есть, ну, да, они в кипах, у них какие-то эти, ну, короче, то есть, я бы не задумал с ним, что-то ортодоксы, которые, вообще-то, живут там вообще как-то особенно, да, типа, они, у них абсолютно какие-то нормальные вообще проблемы, нормальные диалоги, то есть, они показаны просто абсолютно обычными людьми, и это прикольно. Ну, то есть, таких фильмов нужно больше, типа, делать, смотреть, ну, в этой комнате. Да, и в жанре, можно сказать, что такая какая-то романтическая комедия, плюс там с элементами драмы небольшой, то есть, в принципе, фильм достаточно смешной, там есть много шуток, каких-то смешных сцен забавных, особенно, если вы немножечко понимаете в иудаизме, хотя бы базово чуть-чуть, там много и забавных, плюс мне понравилось, как они показали японца, который принял иудаизм, который стал хасидом, это было забавное. Ну, это такая хасидская Бриджи Джонс немного. Да, мы, кстати, вот смажем, что, да. Только без костюма зайцем вот этим. У неё есть как раз главная героиня, как раз немножко похожая на Бриджи Джонс, единственное, что она не бухает, вот. Ну, я в начале фильмов сказала, что пока что не бухает. Но она не бухала, да, поэтому. Плюс ещё немножко похожая, я не помню, как называется, американский был ромком старый, где там тоже нужно было мужику срочно выйти жениться, иначе он потеряет наследство, и он тоже, типа, экстренно искал жену, то есть, это был похожий сетап такой, и сам сценарий фильма этого, план свадьбы, ну, как бы, он интересная задумка, то есть, ей надо срочно найти мужа, и она полагается, типа, что вот в случае Бог ей поможет и подкинет нужного мужика. Это интересно, но мне кажется, что они чуть-чуть не докрутили, в конце можно было бы сделать всё как-то, он закончился. Могли прийти все женихи, могли там это... Да, могли бы вообще не прийти, но как бы что-нибудь... Мог ангел спуститься. Я до конца ждал, что будет какой-то прям твист в конце, который всё повернёт, а вот твист был предсказуемый, то есть, ты понимаешь, кто будет её мужем, ну, так, у тебя есть сомнения, и ты такой думаешь, ну, хоть бы не он, ну, хоть бы, ну, пожалуйста, задавайте какой-то твист такой неожиданный. Да, кстати, если честно, я тоже проколол твист, но Маша проколол, как выяснилось, раньше меня, так что респект. Вот, короче, резюмируя, фильм прикольный, если вы хотите вот именно про это посмотреть, скажем так. На один раз фильм идеальный, то есть, если хотите один раз посмотреть. Если вы вспомните, короче, этот ромком американский, напишите в комментарии, а то Максим у себя изведёт. Вот, я видел, как он режет себя из-за того, что он не может вспомнить с вами этого ромкома. Да, ещё я подумала, у меня была такая мысль, что круто было бы, если бы Бог посылал ей вот этих вот, ну, мужчин как бы в разных обличьях, и что как бы, ну, задача как бы разоблачить, что их неискренние намерения. То есть, по сути, тебе кажется, что вот она должна согласиться уже с любым, ну, как бы, потому что у неё там... Горит. Горит, да, то есть всё, аренда, всё есть. Вот, и ей как бы вот один, вот второй, вот там третий, да, четвёртый, и она их так пытается щёлкать, как орехи. Ну, в общем, интересно. Но я, да, с концовкой я согласна, что, в общем-то, она была очень... Предсказуема. Предсказуема. Да, ну, фильм всё равно, эта концовка не очень сильно портит впечатление. Да, я рекомендую, потому что я вообще слышала о её фильме «Fill the void», «Заполнить пустоту», вот, который я хотела посмотреть, на который более грустный, то есть это не комедия, по-моему, а драма. Вот, а про этот фильм я, кстати, не слышала, но теперь я его уже построила ещё раньше, чем тот, который драматичный. Посмотрите фильм, если вам понравится, напишите в комментариях, как вам фильм, какие у вас впечатления. Да, я выписала, значит, всякие штуки. Опять по поводу фильмов. Есть такие новости, что будет 12 мая показан фильм бесплатно онлайн, который называется «Paper dolls». Это документальный фильм «Бумажные куклы». Он фильм режиссёра Томмера Хайман. И в чём его ещё такой интерес, что он в своё время получил на Берлинском кинофестивале крупном аж три премии. То есть и там премии из разряда зрительских симпатий, которая очень ценна. Плюс он получил 25 тысяч евро, если я не ошибаюсь, как вторую премию. И третья премия там называется как фильм, который раскрывает вопросы ЛГБТ-сообщества. Есть такая номинация на Берлинском кинофестивале. И вот он тоже получил эту премию. А чём фильм это? Фильм рассказывает о филиппинских молодых ребятах, которые приезжают в Израиль на заработки, и которые днём помогают старикам. То есть можно видеть в Израиле. Это филиппинские девушки, я правильно понимаю? Нет, парни. А ночью они работают в этих квир-шоу, там, где переодеваешься, как драг-квин. Да, я понял. И фильм рассказывает... Это документальный фильм? Документальный фильм. Это, кстати, тоже ещё примечательно, потому что обычно в этих номинациях на Берлинском кинофестивале побеждают какие-то недокументальные фильмы. А вот этот документальный, и он там получил вот эти призы. Да, я просто читал тоже про него. Там блок вышел, один типа 10 израильских фильмов, что ли. Вот. Я постараюсь его скинуть в комментариях, если не забуду. В смысле, в описании. Короче, там просто было написано, что он же старый фильм, в девятом году вышел или раньше ещё, по-моему. Мне кажется, я сейчас не помню. Ну, короче, что он достаточно... 2016, я думал. Нет. Или 2006, скорее. Ну, 2006, значит, 2006. Что типа, ну, сейчас у нас уже полно историй таких, типа, а тогда это вообще было, типа, ни хрена себе, что мы женщины, что такое. Вот, в таком духе. Вот. Да, так вот. Дальше по теме кино. Есть такой ещё крупный кинофестиваль документального кино, опять же, Тель-Авивский, называется «Дока-Вив». И вот с 13 по 25 мая они переходят в онлайн-формат. То есть обещают там и премьерные показы, обещают фильмы, которые лучшие, их из фондов, архивов. И, в общем, абонемент на всю неделю, это 80 шекелей стоит. Но если вы хотите посмотреть отдельный фильм, один, то это стоит 10 шекелей, и что, в общем, недорого. Мы вон с Максом купили, кстати, украинский фильм, посмотрели недавно. Да, мы идем китыхи. Да, за 15 шекелей. 10 шекелей. 10 шекелей. Ну, фильм крутой. Ладно, но это не израильская новость, не израильская, мы сотрем, Яша заблокирует меня красным флагом. Китай вперёд. И ещё, ещё что-то. А, Батшева, значит, танцевальный блог, танцевальная компания, напоминаю, самая крупная в Израиле, Батшева, они сделают такую интересную штуку. С 15 по 24 мая они делают онлайн-фестиваль, который называется Батшева Creates. Суть в том, что, я так понимаю, у них есть такие штуки, когда танцорам дают какую-то возможность, не знаю, проявиться или поставить хореографию, или создать какой-то перформанс. И вот сейчас они делают онлайн, то есть есть отдельный сайт для этого, и там будут разные-разные штуки, которые родились у них за время карантина, то есть начиная от танцевальных каких-то постановок, наверное, домашних или онлайн, то есть когда по зуму ставят. То есть кто угодно может принять участие? Не-не, это вот именно, то есть ты как зритель, ты будешь смотреть вот эти созданные проекты танцорами Батшевы. И вот тоже от себя хочу сказать, что я сейчас как-то очень слежу за всеми этими танцевальными движухами, которые происходят именно онлайн. Пока наушники не разрядятся, мы это слушаем. Не, ну то я просто танцую, когда я учу хореографию, а еще помимо, ну, мне нравятся сейчас просто эти проекты, которые переходят в онлайн, когда хореографию ставят там по зуму, да, для другого человека. Или там было у Владимира Варнавы, такого хореографа крутого, российского, у него был инстаграм-концерт, где он там пригласил, по-моему, 7 разных танцоров, и подключая каждого из них, они делали какие-то зарисовки у себя дома, и это выглядит, ну, круто. То есть это не, как сказать, ну, то есть возможно, ожидают, что будет как-то хуже, но чего там дома можно налепить, да? А там люди подходят прям со всем креативом, какие-то творят всякие идеи, то есть плюс еще клево, что можно установить камеры по-разному, и очень много всяких визуальных манипуляций. То есть когда там снимают как-то сверху, а ты, получается, как будто висишь, ну, верх ногами. То есть еще был такой проект, вот как у Батшевы сейчас, у НДТ, это Нидерланды, танцевальная компания, тоже очень крутая. И они делали примерно то, что сейчас делает Батшевы, когда они просили танцоров у себя дома сделать какие-то разные мини-постановки, и был показ их. И если я не ошибаюсь, на их странице в Фейсбуке есть запись этого, которое я тоже рекомендую посмотреть тем, кто этим интересуется. И там тоже люди креативили по полной. Особенно, ну, классно, когда они как-то снимают, когда ракурс непонятен. Ты там видишь, как появляются, ну, тела, или там сверху, когда сняты там разные рисунки, перестановки, то есть это прям прикольно. И еще я знаю такой российский проект, который называется «Физика Москл». Они приглашают тоже танцоров разных, но они танцуют на какие-то темы. То есть там даже была... Ваня, почему физика и танцы? Ну, потому что танцы — это физика. Ну, двигаешься, движение. Ну, да. Я, если бы пришел туда, я бы не подумал про танцы. Понимаешь, что кинетическая энергия, потенциальная энергия переходит к кинетическому, все дела? Ну, потому что они там паркет натираются своими этими, да? Так, они там... Они танцуют... Там обычно, кстати, пары... Ну, то есть не всегда, но много парных таких постановок, и они выбирают какую-то тему. Там, например, у них была любовь, у них была еще тема, посвященная домашнему насилию тоже, о котором мы говорили. То есть как, ну, вот... Станцевать же можно про разные вещи. То есть понятно, что это тоже способ прилечь внимание к проблемам этим вопросам. То есть таких проектов много, и они, правда, достойны внимания. А еще физики Москова они объявляли... Ну, что, много очень? Не-не-не-не, там просто... Я объясню. Я же мне выявил надпись, типа, «Лев, подними, ты с полз под стол». Вот, и я поднялся. Лева просто обычная история, он под конец подкаста, он еще с ползарит. Да, он горизонтальный, извините. Прости, Маша. Так вот, и они объявили, что можно присылать видео, то есть если вы танцор, то есть и можно создать дома какую-то такую тоже идею, вдохновившуюся их проектом, и можно присылать видео до трех минут. И, возможно, если это видео и задумка понравятся, то вы тогда попадете в проект. Это был вообще заявлен, он как первый онлайн танцевальный сериал. Вот так. Так ты, Маша, сняла, ты мне скажи? Нет, я... Слушай, мне нужно... Я не знаю, то есть я не знаю, как это все технически там, но мне хочется тоже как-то интересно снять, где-то как-то камеру закрепить. То есть... Ну, ты с шваброй. Не, ну, хочу как-то, чтобы было прикольно. Ну, придумай, поможем, наверное. Вот на той штуке с колесиками. Там у тебя это какого... У них там на балконе это самое, деревянная лежалка с двумя колесиками. Вот. Можно танцевать... Можно просто возить или... Да, можно тебя возить по квартире. Одним кадром, прикинь, без склея, как мы тебя провозим по всему Мыши Хаусу, ты сегодня танцуешь на этой штуке. А там нет склея, кстати, там все одним кадром. Но они там организовывают пространство там круто. То есть ты из одного перетекаешь в другой. Ну, прикольно. Ну, в общем, посмотрите. Мне кажется, у вас можно прям нормально начать танцевать на крыше, потом ты в танц спускаешься по лестнице. Скатываешься. Да, и потом в гостиную все одним кадром. Офигенно. Блин, новость эти была, что перенесли гей-парады все на конец лета. И вот на гей-парадах как происходит? Там есть платформы, которые едут, и люди на них танцуют. И вот Маше можно катить по этой штуке, она будет танцевать. У нас будет свой парад. Да, вариант. Она наклоняется. Очень странная. Там нельзя стоять и катить. Ладно, мы понимаем. Маш, мы чем придумаем? Вот там физика, все вот это. Изи-пизи. Да хватит стебать культурный блок, что за люди. Ладно, прости. Май, надеюсь, кому-то интересно. Наверняка. Ну, мне интересно смотреть твои видео, как танцуешь. Их два всего. Я по очереди смотрю. А там можно посмотреть целый сериал с разным постановком, там люди в красочке. Ну, без личного увлечения не работает. Ну, в общем, вот, прости. Маш, если снимешь сама сериал, то Лев посмотрит. Да. Так что снимай видос, вот, монтируй себя в этот проект. Давайте поотвечаем на вопросы, которые нам пришли в обратную форму. Там вопрос один. В Израиле дорого ходить по врачам? Дорого ли в Израиле ходить по врачам? Особенно интересно про стоматологов. Но я так скажу, я сколько раз был врачей, ни разу за это не платил. Ну, в смысле, конкретно врачам. У меня есть страховка. У тебя снимает страховка, снимает деньги с тебя. Да, страховка снимает, снимает деньги, и я хожу к врачам. Вот, и вот я недавно лежал в неделю целую в больнице, и вот как раз-таки деньги на больнице, то есть у нас есть две сущности. Есть поликлиники, это когда вы ходите к врачу, сдаете анализы и прочее. Это одна, это ваша больничная касса. Вы за нее платите отдельно в больничной кассе, то есть там, ну, я плачу, по-моему, около 100 шекелей в месяц или что-то такое. Вот, а есть больницы именно, куда вас кладут, там, как в стационар. Это уже в ведомстве Битула Хлеуми. Ну, вот как раз-таки то, что я вближал в больнице, за это я заплатил исполнение своих налогов, там, как бизнесмена и гражданина. Вот, в таком духе. А что касается томатологии, да, я лечил зубы. У меня одна пломба стоила около 150 шекелей, то есть это, типа, умножайте на 18, получаете, сколько это будет? Где-то тысяча, тысяча, нет, 2700 рублей за пломбу, короче. Хорошо, что ты, по-моему, украинцам рассказала, сколько это в рублях. Ну, я не помню, сколько это в гривнах совсем, то есть, вот, ну, 2700 рублей за пломбу, да. Вот. Я могу рассказать, у меня родители в Израиле, поэтому я про врачей знаю гораздо больше, больше вас. Схема как работает? У вас есть страховка, есть частный больничный касс, вы покупаете страховку. Чем вы старше, тем дороже стоит страховка в месяц. Плюс, помимо страховки, страховка вам дает, там, право можете пользоваться, там, врачами записываться к ним в очереди, но посещение врача еще снимает с вас деньги дополнительно. То есть, не знаю, прием у врача обычно, там, может, стоит, там, 20 шекелей, 10 шекелей иногда по-разному. То есть, от врача, от его специфики. Вот. Плюс, они дают, эта страховка дает, там, какие-то скидки на лекарства. То есть, он дает, там, иногда вы можете заплатить 10% от лекарства, от определенного, иногда, там, 50%. То есть, если вы будете покупать их просто сами, вы заплатите гораздо больше, чем по страховке. Ну, да, могу пример привести. Я недавно, после больницы, мне врач сказал, чтобы я купил все астонометр, в мере его давления. Вот, я старый дед. Ну, и, короче, я когда пришел в эту самую, в аптеку, у меня говорят, есть такая вот страховка, там, ну, премиум план, я говорю, нету. Ну, такая, ну, да, тебе будет стоить, там, 150 шекелей, а я говорю, а сколько с премиум планом, там, 70? Такое, понятно, нормально. То есть, да, есть разные уровни страховки, есть где полная покрытия, есть страховка, которая покрывает даже стоматологию. То есть, у меня страховка обычно, она не покрывает стоматологию. И вот у меня есть cool story, как я был, еще жил в Рамадгане, и помню, мне нужно было сдать курсовую через два дня, я писал ее там ночами, и у меня начал резаться зуб мудрости, и у меня очень жестко болел, болел весь рот, у меня все опухло. Это случилось ночью, я понимаю, что я уже ничего не могу сделать, терпеть, я узнал, что есть у меня больничная касса Макаби, это будет там такая антиреклама, и я поехал, нет, ложку, если начинаешь стоматологию, то работа круглосуточно. Значит, ты приезжаешь туда круглосуточно, и тебе сразу говорят, у тебя есть проблема? Они такие, да, хорошо, подпиши бумажку, что ты платишь нам 500 шекелей. Я такой, типа, что? Они говорят, все хорошо, но мы тебя не пустим, то есть ты заходишь на порог сразу, они тебе говорят, вот бумажка, ты сначала ее подпиши, что ты оплачиваешь нам 500 шекелей, независимо от того, что с тобой случится, если посмотрят, скажут, у тебя все в порядке, ты все равно заплатишь 500 шекелей, хочешь, не хочешь. Ты подписываешь эту бумажку, они говорят, хорошо, потом я там посидел, меня ссадят, значит, крачу, он смотрит в мне рот, там был он, и какая-то там его ассистентка, которая практикуется там из университета. Вот, он говорит, ну, у тебя зуб начал расти, тебе нужно разрезать там десну чуть-чуть, и чтобы зуб дальше мог расти, говорит, вообще без проблем, говорит, 5 минут, вообще не парься. И он просто достает свой, значит, этот свой нож какой-то там мясницкий вот такой вот, ну, мне показался он таким, и начинает что-то делать. И такой, заканчиваешь буквально за 2 минуты, все он мне выпускает, такой, все, вот купишь там таблеточки, попьешь, все в порядке. Я выхожу, и такой думаю, ничего себе, как быстро за 5 минут, и даже анестезию мне никакую не дал. И я такой, анестезия, и я понимаю, что через 2 минуты у меня просто все начинает во рту гореть, я не могу рот закрыть, и я просто бегал по Рамадгану ночью и орал, потому что я ничего, не мог ничего сделать, у меня нет никакой анестезии, ничего, я пришел домой, закинулся всеми обезболивающими, которые у меня были, вот, но это помогло мне писать курсовую, потому что я не мог спать, вот, и это прямо увеличило количество моих рабочих часов. Пойдем к санатологу зубы проверим, на всякий случай. Что-то мне вообще не знаю, это история. И история еще, я, допустим, сидел опять же с этими зубы мудрости, потом мне их удаляли, я ездил в Украину, потому что это обошлось в 10 раз дешевле, здесь очень дорого. Ну, зубы лечить, если можно какие-то операции делать, очень дорого, очень. Мне тоже надо рассказывать историю? может, мне рассказывать. Хорошо, но у меня была история. Ну, тогда расскажи, ну, блин. Ну, у меня была проблема с зубом, да, вот, один раз, такая крупная, когда болел зуб, и все такое, я пошла, и мне, значит, один врач сказал, что мне нужно удалять зуб. Впервые в жизни. То есть, я подумала, что, а я тогда только приехала, в общем, и я не очень понимала, и мне казалось, что врачи не очень компетентны, я решила провести, я тоже шарю. Провести, нет, провести некоторый сравнительный анализ, и пойти еще к нескольким врачам, на консультацию, чтобы они сказали, и все три врача сказали разные вещи. Один настаивал на удалении, один сказал, что можно обойтись, ну, какой-то там супер дорогой пломбой, которая не просто пломба, которая, как-то чуть ли там, не знаю, Wi-Fi еще монтирован. Да, новый зуб там, лучше всех твоих прежних зубов. Золотой. Наверное, да. В общем, еще какой-то третий вариант там был. Ну, все, в итоге, в итоге что-то, а, я полетела в Украину, и там, мне просто поставили, ты крутила нитку верной ручки, и решила проблему. Мне просто поставили пломбу в Харькове. То есть, все какие-то стоматологические штуки я решала в Харькове. Вот. И мой стоматолог, который сказал, что мне нужно удалять зуб, он еще скончался, когда я решила, что... Решил, что не будешь этого делать. Нет, когда я решила, что, возможно, нужно его удалить, он так настаивает на это. Мне пришла смс, что стоматолог больше нет живых. Маша, ты убил на своем решении и убил стоматолога. Я надеюсь, что мне не будут приходить смс, когда мои врачи будут умирать. Врачи будут умирать один за одним, если ты не удалишь свой зуб. Маша, что это вообще такое? Мне это было впервые, я думаю, вау, боже, какой кошмар. Кайф. Ладно, я, чтобы закрыть тему с врачами, расскажу еще о кулсторе, как в Израиле работает в принципе медицина. В Израиле есть медицинский туризм такой, развитый. То есть, многие считают, приезжают в Израиль лечиться, но зубы в Израиле не лечат. Многие израильтяне покупают путевки в Чехию очень, в Прагу очень популярные. Некоторые летят в Украину, то есть, ты покупаешь путевку, тебя записывают сразу к стоматологу, тебе здесь делают снимки все, отправляют туда врачу, покупают тебе билет, ты летишь, тебе лечат зубы, ты возвращаешься. И это выходит дешевле с перелетами, чем лечить в Израиле зубы. Просто, чтобы вы понимали. Сейчас, правда, это все просело, естественно. Да, я думаю, что сегодня вместо музыки можно поставить звук сверления какой-нибудь, ну, чисто для погружения. Я, кстати, хотел порадовать Льва и найти какой-нибудь дабстеп или что-нибудь такое, чтобы драм-н-бейс, но не получилось. Вот, я наткнулся на... Поэтому звук, давай, хотя бы сначала скажем спасибо всем. Звук сверления не будет. Да, давай поблагодарим. Вот, спасибо огромное, что смотрите, просто перед тем, когда самое... Огромное спасибо патронам нашего на Патреоне. Их уже больше, чем было. Спасибо огромное, что подписались. Вот, 15, 15 патронов у нас на Патреоне. 15 патронов? Это целый магазин для АК-47, да? Нет, для кого-то пистолета. Хорошо, для пистолета. Вау, спасибо, это классно. Тупая шутка. Да. Но спасибо огромное. И отдельная благодарность от Яши, его сестре Лене, которая очень его поддерживает в период самоизоляции, отсутствия работы, постоянной, и всего такого. Спасибо, Лена. У нас даже выпуск один, с Леной, аудио. Я хотел найти что-нибудь drum and bass или что-нибудь такое, чтобы льва порадовать, но не получилось. Я просто попал в Инстаграм, потому что у меня музыка начала в Инстаграме. Рекламу начали пихать музыкальных групп, видимо, следит за мной. Большой брат и кидает. Следит за нашим подкастом, просто, видимо, и подкидывает мне группы. Вот, и я наткнулся на группу, которая называется «Пати». Не знаю, как правильное ударение ставить, очень странно. В общем, это тель-ливская группа, такой бойс-бенд, четыре чувака, которые играют в свой жанр, они описывают как психоделический поп. Оу. Вот, они под впечатлением от музыки 70-х, то есть, вот там, не знаю, Дэвид Боуин их очень повлиял, повлиял там Дорс, Пинк Флойд и там все остальные группы. Вот, и они выпустили альбом в 19-м году, который называется «Cutton Candy in Rusty Nails», то есть «Сладкая вата и ржавые гвозди». Я думаю, что можно назвать свою группу так, хорошее название, чтобы играть «Metal Pop» или «Dess Pop». Вот, мне кажется, идеальное название для группы. Это после «Маленького реголайза» мы организуем. Да, видимо, «Маленький реголайз» и потом «Сладкая вата и ржавые гвозди». Вот, и буквально несколько недель назад, нет, несколько месяцев назад в марте они выпустили сингл, который называется «Only One To Be With You», который прям может стать хитярой, потому что там очень запоминающаяся мелодия. Они как раз вот такие вот работают в жанре поп, у них есть такие запоминающиеся мелодии, припев, который постоянно повторяется, то есть то, что нужно, чтобы песня засела у тебя в голове на всю жизнь. При этом группа практически очень мало популярна, немало прослушиваний на YouTube, на Spotify, то есть вы можете стать ее фанатом и потом, когда они раскрутятся, если случится, вы сможете говорить «А я ее слушал до того, как это стало мейнстримом». Сможете показывать на всех пальцах. Группа прикольная, причем чуваки не характерны, они вот такие типичные тель-левевские хипстеры. То есть, знаешь, есть такие вот тель-левевчанин, как выглядит, он весь год ходит в майке, значит, в этих шортах, он либо во вьетнамках, либо в этих ботинках в отстонах, с бородой, и всех называют «Ахи». Вот они прямо визуально идеально к этому подходят. Я такой думаю, что эти чуваки будут играть. Я думаю, что это будут либо мизрахи, когда я их увидел, либо мизрахи, либо какой-то рэп, но нет, у них достаточно электронной, много электронной музыки, такой поп-рок. Максим, скажи, пожалуйста, хоть раз было такое, чтобы ты слушал группу, потом только она стала популярной, такой, «Я же говорил, я слушал, и кто только с твоим инстримом». Да. И что же было за группа? Pretty Reckless я слушал, когда они еще не были в инстримом. Кто это, блин? Ну, как с тобой можно обсуждать, если ты не знаешь никого, Лев? Как с тобой? Я знаю Билли Айлиш. Ты слушал Билли Айлиш? Нет, Билли Айлиш я не слушал. Это не из моего жанра. Я не плохой человек. Поэтому ставим на заставку. Лев аккомпанинирует, а Маша поет. Мне кажется, отличный саундтрек был бы для этого фильма. Какого? Ну, «Атлан свадьбы». Бэтгай? Бэтгай. Ладно, все. Мне кажется, лучше этот подкаст нельзя было закончить. Надеюсь, нас не забанит YouTube за это исполнение Бэтгай. Нет, нас забанит «Здоровый смысл». Ладно, все, я вам поставлю как раз этот сингл. Послушайте, может быть, приколю. Да, пока-пока. Спасибо, что смотрели и все такое. Как жарко, друзья. Да, открывай. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok